Ольга Шут, прямом эфире для вас каждую субботу. У нас гости Аркадий Блюмен и творческий вечер у нас с одним из поэтов, которого, к сожалению, уже нет в живых. И мы посвящаем этот вечер его творчеству Борис Эпштейн. Его жена Эйти с нами в гостях и зачитывает вместе с Аркадием Блюменом стихи. Я хочу сказать о том, что эта прореза немножечко рассказала об истории семьи Абрамян, которые в жутких условиях оказались во время погрома в Баку. Но Борис, конечно, не мог не отозваться на это, и он написал такое стихотворение. Квартира в опустевшем доме, погашен свет, они одни. В Баку армянские погромы, и замер город вот в эти дни. Так жутко в молчаливом доме крадется смерть по этажам. Они в квартире словно в коме и приливают кровь к вискам. Предатель город, город страха, а был всегда такой родной. За что ты уготовил плаху и весь наполнился враждой? Ты отнимаешь жизнь, свободу, ты губишь тысячи людей. Ведь это геноцид народа в кровавой колеснице дней. Квартира в опустевшем доме, погашен свет, они одни. Кто пережил в Баку погромы, тот не забудет эти дни. Ну и еще одна тема, о которой я в начале, вернее в конце первой части, коснулся. Это задал вопрос, сколь религиозным был человеком или нет. Действительно, он был светским человеком, но ему многие темы, которые, казалось бы, касались определенных частей нашего общества, индоизм, еврейство. Были не чужими. И вот стихотворение Ханука. В этот светлый и праздничный вечер на окне ханукальные свечи, Чтоб любой, заплутавший в ночи, видел свет от зажженной свечи. Освещают наш праздничный вечер на окне ханукальные свечи, Как когда-то в далекие дни первый храм освещали они. Это праздник надежды, свободы, это праздник святой для народа, Это праздник величия и славы, возрожденной великой державы. Потому и зажгли в этот вечер на окне ханукальные свечи, Чтоб никто никогда и нигде никого не оставил в беде. И горят ханукальные свечи, освещая наш мир в этот вечер. Хочу сказать о том, что Борис, несмотря на то, что уже многие годы находился в эмиграции, Находился далеко от родины своей, Очень много внимания уделял тому, что происходит в России, Что происходит сегодня в стране. И переживал это очень тяжело, то, что происходило. И вот стихотворение, ты будешь читать или я прочитаю? Какое? Какое страшное убожество. Путину посвящено довольно-таки много в таком духе стихов. Какое страшное убожество. Какой немыслимый обман. В Кремле опять сидит ничтожество, Все превращая в балаган. Он снял полковничный мундир, Но дух шпионский в нем остался. Мочить людей ведет сортир, В чем безостенчиво признался. Вокруг него одни ублюдки. Он слово молвит. Все молчат. Они не вымолвят и звука, Пока верхи не разрешат. И даже кашлянут бояться. Полковник нагл и хамоват. Всегда готов он поквитаться, Где о свободе говорят. Чекистам не нужна свобода. Им вольный дух смертельный яд. А мы все слушаем урода И думаем, что демократ. Опомнитесь, очнитесь, люди, Вдохните вольный дух страстей. Ну сколько же еще мы будем Жить по указке палачей? Они друг другу дарят власть, Лишь насосавшись крови в сласть. Двухтысячный год. И сразу же с этим перекликается еще одно. То, что просто просится продолжение темы. Я вижу горе и разруху, И приливает кровь к вискам. Пусть обреку себя на муку, Но я Россию не предам. Ты ж его друг. Вечно яд в душе храня, Готов всегда ее чернить. Но мне милее не хула, А счастье ее любить. И помню, знаю, верю я, Не отрекаются любя Ни от друзей, ни от семьи, Ни от родной своей страны, Где столько боли, столько слез Народ российский перенес. И тяжко, в немощи бессильной, Взирать на Русь больную мать. Смотреть, как стая одичала, И ее на части будет рвать. Они глумятся над Россией И, пропевая честь свою, К разрухе, голоду и бойне Готовят родину мою. Но посмотри, народ российский, К чему ведет весь этот сброд? Да и какому Богу надо, Чтоб президентом был урод? Ведь подлецы и негодяи Опять все заняли посты, А паханые наркоманы Живут, как крестные отцы. Великомученик, трудяга, Многострадальный мой народ, Ты видишь ли, как эта стая Тебя к погибели ведет? Я верю в будущность России, В культуру древнюю народа моего, Хранящего великие предания, Великую историю его. Но уж пора, пора понять, Россия, Что не спасет тебя заблудший интриган. Он лишь разрушит древние святыни И осквернит твой лебединый стан. Хочу сказать, что Борис далеко не только политикой занимался. Его очень много интересовала поэзия, Сам процесс творчества. И здесь у меня несколько стихотворений отобрано Бориса, Стихотворений Бориса я отобрал, Которые просто говорят о его отношении к поэзии. Прости меня, моя поэзия, Что не всегда я верен был, И что стихами его поений Я только душу бередил. Я был рожден для вдохновения, Но не оставил и следа. А жизнь прошла одно мгновение Величие горя и стыда. Искал гармонию я в мире Соединением чудных слов. И эти звуки приносили Непонимание вех основ. На родину изнемогая Призвала верные сердца И оставил звуки рая, Что быстро сей до конца. Так кит, резвясь волной играя, Фонтан пускает под водой. Но вдруг услышит, замирая, Как будто стоны за собой. И рассекая грудью волны, Назов собрата своего Летит со всей безумной мощью, Не разбирая ничего. Но вдруг окажется на суше. Он в чуждом и сухом краю Жить здесь, в Америке. Но тем не менее, Вот такие несколько мягких, Приятных стихотворений. Сейчас я одно прочитаю, Потом эти дам. Тени, музыка, виденье, Шепот и волна, Все готово к пробуждению В ожидании дня. Потихоньку рассветает, Ночь устало отступает, Тут уж больше не летают Гнусы-мошкара. Я опять пошел за пивом, Я гляжу теперь и гриво, А вокруг все так искри, Так красиво и тепло. Я в томлении, В упоении, Жду минуток вдохновения, И они придут. Надо только выпить пиво, Посидеть в толпе лениво, И уснуть. А потом виденье полное, Просыпаешься уж в полдень, И опять начинаю сочинять. Ты что-то хотела прочитать? Мне нравится его стихотворение, Посвященное Игорю Северянину, Где он старался уподобиться Стилю стихотворческого Северянина. Своим изысканнейшим слогом, Недосягаемым стихом, Ошеломляющим успехом И изощреннейшим пером Он покорил сухих эстетов И впечатлительных поэтов, А магия волшебных слов, Как отблески иных миров. И был на трон он коронован, Царем поэтов наречен, Был бесконечно обожаем И поклонением окружен. Но власти царство поломали, Поэтов быстро посажали, На трон чекистов возвели И все прогрессом нарекли. Так до сих пор чекисты правят, И до сих пор поэтов травят, И стонет родина моя, Родная русская земля. Прошли лета, И всюду льются слезы, И больно, и тревожно мне, А страшные луганские морозы Сковали все в родной стране. У нас сейчас телефонный звонок. Давайте примем телефонный звонок. Hello. Hello, your life on air. Добрый день, добрый вечер, вернее, Вы в Калифорнии. Алло, добрый вечер. Hello. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло, тут какой-то идет параллельный алло. Да, Вы, наверное, или нас слушаете по радио, Или по компьютеру, если Вы слушаете... Нет, по радио, радио. По радио. Тогда приглушите немножко радиозвук, Потому что Вы слушаете меня, Как бы, и на радио, и прямо по телефону. Сейчас я уже отражен на рахе. Да, как Вас зовут? Откуда Вы звоните? Яков. Яков. Здравствуйте, Яков. Да, из Сангасе. Да, ну я слушаю Вашу передачу, спасибо. Я не часто, потому что как-то по времени неудобно получается. Какое время часто, где-то в гостях или что, Но тем не менее, вот и сегодня уже ей передача посвящена. Но мы, значит, не пришлось быть знакомым, Быть участником или слушать даже в этом клубе, Который клуб имени Эйпштейна назван сейчас. Поскольку он являлся его руководителем, основателем. Но был вечер памяти его, И поэзии пришлось там достаточно читать много. И сейчас вот я вот услышал. Так что, ну, с большим интересом, И видно, что это действительно талант. Но сейчас я вот слушал передачу, Насколько, так сказать, Насколько его политизирована, Не знаю, так сказать, гражданская оппозиция. Или она уже, так сказать, Сильно радикализирована. И вот сейчас вот я слушаю, И вы, значит, опять чекисты, Путин, ублюдки, Своропалачей. Ну, правда, вы оговорили, Что это он написал в 2000 году. Ну, не знаю, изменилось, не изменилось. В таком случае, если Кобзон, Хазанов, Там, Табаков и прочее, Это тоже ублюдки, Своропалачей, То это, наверное, не совсем так. Это уже перебор. А вот то, что стихи и лирика, и это, Это спасибо. Интересно слушать. Ну, и хотел еще добавить, Сказать вообще, Просто предложить, Поскольку я, говорю, не слышал, И не был участником этого клуба, Но я хотел еще сделать, Предложить вот ведущему, Аркадию Бюмину, Значит, я не знаю, Намечается у него в программе Делать вечер памяти В поэзии Ильи Фридлиба. Ну, в общем-то, вообще спасибо за Эту программу, И хоть редко, но Это радио И, тем не менее, с интересами, Сейчас слушаю, с интересами стихи. Так что большое спасибо. Да, если вы можете попасть И найти нас на компьютере, На компьютере, благодаря интернету, Есть YouTube. И вы находите Ольга Шоу, И по дням вы можете найти Наши передачи, Включая и Аркадия Блюмина, Творческие вечера, А также вы можете найти Любые другие передачи. Да, я знаю. Спасибо. Один вопросик у меня. Я прошу прощения. Да. Тут получилась такая накладка. Чей вечер памяти вы хотели? Алло? Да, вечер памяти. Вы говорили о вечере памяти? Ну, может, ну, Ильи, Ильи Фридович. А, Ильи Фридович. Да, конечно. Ушедшего, да. Так сказать, Ильюшу обязательно будем делать. И основателя, значит, Твоего клуба «Гетто Гетто Гетто». Ну, в общем-то, Это, так сказать, С его именем много связано В организации нашего совместных встреч В ранние периоды до клубок, До клуба, Которым стал организовал Аркадий Блюмин. И, в общем-то, Ну, я думаю, Что, может, у вас и намечалось в плане, Но я думаю, что с большой вероятностью. Ну, что спасибо вам за передачу. А скажите, пожалуйста, Откуда вы приехали сюда? Я из Киева. А давно уже приехали? Ну, да, до около 20 лет. Около 20 лет. Вы сами поэт или? Нет, нет, я, так сказать, Любитель, насколько любитель, Я как чукча, 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 не читатель, чукча писатель. Ага. Медведь на ухо наступил. Ну, по крайней мере, Вы слушаете стихи. Да, слушать, да. Самому создать это никак. Ну, в общем, это другой мир. А слушать, да. Слушать, да. Ну, хорошо, что мы можем помочь вам в этом, Потому что я понимаю, Что радио у нас и на телевидении мы сейчас тоже, Я совсем забываю прорекламировать Как раз свою передачу, Которая на телевидении, Канал 15 здесь, в Калифорнии, По четвергам на русском языке Я в 7 часов вечера, А по вторникам на английском языке, Чтобы ни американцы, ни русскоговорящие Не обижались, Поэтому мы делаем и на английском, И на русском. Тот, кто понимает или хочет выучить Один или другой, пожалуйста. И на том и другом сексенте. Приходится, поскольку время выходного дня Часто не находишься дома, Получается, что неудобно Подключиться к радио. Да, к радио на телевидении, да. Да, но когда получается, Это такое время, так что интересно. Ну, в общем, спасибо за вашу работу. Спасибо большое, да. Спасибо, что нам позвонили. Да, спасибо вам за передачу. До свидания. А мы переходим К нашему творческому вечеру Аркадий Блюмин В память Бориса Эпштейна. Его жена Эйте здесь. И мы зачитываем его стихи. Несмотря на то, что его нет в живых, Его поэзия здесь с нами. И вот стихотворение, которое, ну, совершенно уже Другая грань творчества Бориса, Вот совершенно незнакомый для нас здесь. Должен сказать, что по жизни это больше Ну, не пьющим человеком, а так. Просто Не напитый стакан, не окончен роман, Моя жизнь как обман, Вся из ран, вся из ран. Песнь свою не допел, И сказать не посмел, И прожить не сумел, Как хотел, как хотел. А вокруг темнота, На душе моя та, И одна суета, Пустота, пустота. Не излечит от ран Ни стакан, Ни роман, И вся жизнь балаган, И обман, И обман. Может, жахнуть стакан, Завершить бы роман, Разогнать бы туман, Да забыть про обман. Но кому что дано, Кому счастье одно, А кому вечно, А мне вечно страдать, И от ран погибать. Я бы, конечно, вот хотела вернуться К жене тоже здесь. Вы жили с поэтом. Были ли у вас минуты разочарований? Ну, конечно, поэта заносят. Это естественно. Но я всегда старалась понять причину. И он сам понимал, Что его заносило. Нет, он был легкий человек. А вообще он был поэтом по профессии? Ну, 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 ну. Он инженер, строитель. Далее пытался поступать В университет на филфак, Но он написал в сочинении Все то, что в 57-м году Все то, что думал и чувствовал О Максиме Горьком. За что, слава Богу, получил два. А не решетку и не психушку. Где он написал, Что он признает Горького лирика И преклоняется перед ним. Это его любимый поэт И любимая его тема. Но считает, что знакомство с Лениным Отрицательно сказалось На всем его дальнейшем творчестве. Получил два, и все, и успокоился. И потом стал инженером после этого. Да. А вот, когда жили в Москве, Вы общались, или Борис Общался с московскими художниками, Богемой? Да, конечно. Конечно. Это, Вы знаете, Это называется Московский второй авангард. Где, собственно говоря, Жил он в центре. Вокруг, в радиусе одного-двух километров Было великое множество студий художников, Которые служили просто-напросто Клубами общения вольнодумцев. Вот и все. А знали ли они, Что с Борисом происходит уже здесь, После того, как он эмигрировал в Америку? Вы знаете, он очень тяжело Переживал эмиграцию, Тяжело переживал свое неустройство здесь. И с ребятами старался не связываться. Но когда его не стало, Я уже, мне хотелось только с ними общаться, Но уже многих нет живых. Время. Ну что же. По крайней мере, творчество растет. И сейчас вот есть стихотворение «Жизнь моя», да? А, это... Это он хотел поиграться с рифмой, И хотел скомкать это стихотворение И выбросить. А когда я его увидела, Я решила, что оно стоящее. И его даже это стихотворение у него Выбито на тыльной стороне памятника. Просто Борис хотел буквально скомкать И выбросить в урну, А я это у него забрал. Поиграть хотел с рифмой. Это сонет, где 12 строчек, Одна рифма, И в заключительные две строчки Резко меняется рифм. Ну, я его прочитаю. Жизнь моя, Жизнь моя, мое явление. И познание, и сомнение, Упоение. Жизнь моя, одно мучение, И страданий проявления, И печали, и несчастья, и отражения. Океан незримых слез Я по жизни сей пронес. На этом, я думаю, мы будем подводить черту, Потому что говорить мы можем еще очень много О Борисе и Паветулино. Достаточно много. Но тут уже, как говорится, Вторая очередь сегодняшней передачи Нас немножечко поджимает. Поэтому мы прощаемся с нашими слушателями. Мы прощаемся только сегодня, да? На сегодня, конечно. А что бы эти пожелало нашим зрителям и слушателям? Хотелось познать, у вас такая возможность. Хорошего настроения, Крепкого здоровья И не ностальгировать. То есть вы это... А вот как эмигрантка здесь, Как долго вы уже здесь? Восемнадцатый год. И что вы можете пожелать эмигрантам, Только что прибывшим, И вот здесь, кроме как, не ностальгировать? Терпение. Терпение. Что еще можно пожелать? Успехового современного языка. И хранить в себе то, что наработали, Слава Богу, в нашей великой родине. Да. Хорошо. Спасибо большое, что вы к нам пришли в гости. Спасибо, Аркадий, Что вы находите наших талантов здесь. И поддерживаете русский язык с помощью поэзии. Обязательно. Ну и я еще раз повторяю, То, что Яша попросил, Вечер памяти, Прошу прощения, Передачу, Посвященную жизни и творчеству памяти, Ильи Фридлево. Это у нас в плане. Фима Соколовка. Тоже в плане. Есть еще один поэт, О котором сейчас пока говорить не хочу. Тоже в плане. У нас есть программа такая в этом плане, серьезная. Все. Будьте здоровы. И спасибо большое, что вы пришли. А вот сейчас мы подготовили песню для наших слушателей. Что у нас будет в эфире, Это уже зависит от Тимура. Тимур, расскажи нам, пожалуйста, Пока мы будем снимать фотографии на память. Давайте поставим красивую музыку Из красивого советского мультфильма. Автор Азацепин. Вступление из мультфильма Тайна третьей планеты. Тайна третьей планеты. Какая лучшая찰ка. Спасибо。 Спасибо. Да, да. Понятно, что мы 주로 приезжали сюда. Конечно. Учет星. Да. Сейчас молодец. К�usta. Такого. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok